Ольга Подаровская И сколько вы уже не едите? Я не ем полтора года, но с периодически... Полтора года вы вообще не едите? Да, но с периодически... Я иногда пью соки. Когда вот какие-то нагрузки, большие нагрузки, переезды, тогда я могу выпить стакан сока, там, два стакана сока. Ну вот сегодня что вы ели? Я сегодня... Действительно, у меня был перелет, я сегодня выпила стакан сока. И все? Да. А до этого вы когда сока выпили еще? Я не помню. Ну, недели, месяц, день. Ну, для вас же это понимаете? Для вас, насколько я понимаю, еда это как Новый год. Как можно не помнить? Действительно, вы как-то... Давайте сейчас посмотрим, сейчас на экран, будьте добры, одно видео, друзья. Сколько вы не едите уже? Я не ела три раза по полгода. Я когда худею, за 10 дней сбрасываю 7 килограмм, вот ничего не ем. Если бы я... Ну, вы извините, но вы выглядите такой похудевший, не выглядите явно. Дело в том, что я похудела. Я весила 120 килограмм. Сейчас я вешу 80. То есть я похудела на 40 килограмм, но вес, он очень плавно уходит. И, в принципе, он может зависать на каких-то цифрах, потом опять упасть, потом опять подняться. Дело в том, что я не одна такая. У меня три с половиной тысячи человек в сообществе. И они все не едят? Сейчас расскажу. У нас за полтора года собралось огромнейшее количество статистики. Мы ввели дневники, мы сдавали анализы. У меня лично было более 34 заболеваний, 34 официальных заболеваний. А вы семинары проводите, да? Да, я провожу семинары. А сколько стоит семинар? Семинар стоит 8 тысяч рублей. 200 евро за семинар с человека? За 4 месяца работает, да. За 4 месяца работа, 200 евро. Значит, а у вас-то сколько у вас там в сообществе состоит? Три с половиной тысячи. О, слушайте, это хорошо. Вы еще в Forbes не вошли, кстати? Нет, я на эти деньги организовала конгресс. А вы готовы сегодня сдать анализы? Банально кровь. Пожалуйста. Значит, сегодня здесь у нас, друзья, мы проведем один эксперимент. Мы все-таки выясним, говорит ли Ольга правду, утверждая, что она уже полтора года вообще не ест. Я бы хотел задать два вопроса. Вопрос первый. Вы воду пьете же? Да, воду я пью. А в каких количествах? Первые два месяца я пила по пол-литра в день, потом четыре месяца я пила по чайной ложке в день. Но когда я переехала в Москву, когда я переехала в Москву, и нагрузки стали уже все-таки, людей огромное количество. Я сплю по четыре часа, все остальное время я просто работаю. То есть проводите семинары? Семинары, консультации, иногда действительно нужна помощь. Тогда мы можем провести простой эксперимент. Нет, подождите, сколько воды вы сейчас пьете? Сейчас я где-то пол-литра в день выпиваю. Пол-литра в день выпиваете? Простой эксперимент. Берется зеркало, подносится к арту и делается глубокий выдох. Примерно пол-литра воды в норме уходит через легкие, пол-литра через кожу. То есть если идет через легкие, а кожа не сухая, она должна быть просто сухая, как наждачная бумага. Вы основываетесь на голодании. Вы основываетесь на... А у вас же не голодание? У нас не голодание. Нет, это не голодание, это физиология обмена вещей. Так, зеркало в студию, зеркало в студию. Будьте добры. Как это называть? Процесс-то один и тот же. Голодание и ничего не едение. Выходите, пожалуйста, Борис. Как это нужно сделать? Давайте. Прошу вас. Ну просто поднести карту, делайте глубокий вдох и выдох. Вот, смотрите. Влаго идет. И это значит, о чем говорит? Вот таким путем пол-литра воды теряется только через легкие. И что это означает? Ну естественно. Если кожа не сухая, она суховатая, но не сухая. То есть минимум пол-литра, полкилограмма веса каждый день должно теряться только за счет дыхания и за счет того, что влажная кожа. То есть получается, что если бы она действительно не ела, а пила только воду, то сейчас здесь и в таких количествах не было бы этого испарения. А если испарение есть, то, видимо, она все-таки ест под одеялом. Нет, во всяком случае она пьет значительно больше, чем она говорит. Так а что? Это же очень распространенный феномен, когда лидеры, скажем, организации, я называю их сектой, потому что в каком-то смысле у вас есть доктрина, некое учение. И вы лидер этого. И эти люди говорят, я целый день молюсь, а на самом деле они употребляют наркотики, они занимаются блудом, а к своей пасве они вещают вот эти свои истины, которые должны их заговаривать. На самом деле, сколько бы мы здесь и не, собственно, не сомневались, что это такое, действительно, можно ли полтора года целых не ездить, приходить в студию, отвечать на вопросы и стоически выдержать все удары, но есть феномены, которые действительно наука не в состоянии объяснить. Внимание на экран, друзья. Прохладжане индийский отшельник Аскет Йог. Ему 84 года. Он живет в пещере, отказавшись от мирских благ и уверяет, что не ест и не пьет с 11-летнего возраста. Он охотно откликается на просьбу ученых сдать анализы и пройти обследование. В 2003-м Йог провел в госпитале 10 дней в изолированной комнате под прицелом видеокамер. Но медики так и не поняли, как ему удается не есть и не пить. Кстати, чудо-человек не отправляет естественные надобности. Последний раз Йог был в туалете в 1940-м году. Он сам так утверждает и говорит, что и не хочет ходить в туалет. А, кстати, а в туалет вы ходите? Да, конечно, обязательно. Ну, если вы ничего не едите. Дело в том, что метаболизм-то не прекращается и раз в неделю... Метаболизм здесь ни при чем, простите. То, чем вы ходите в туалет, это далеко не то, что называется метаболизмом. Дело в том, что у меня был однажды эксперимент, когда телевидение попросило сдать анализы, и я сдала то, что из меня вышло. Они мне четко прислали, что они не распознали, что это такое. Хотя это было, в общем-то, мое отслоение кишечника. Отслоение чего вышло? А? Слизь от кишечника вышла. То есть уже... Она выходит, конечно. Нет, слизь в любом случае образуется. Не кишечник распадается. Слушайте, а вы знаете еще людей, которые, как и вы, не едят гадание? Вот я же про это и говорю, что у меня в сообществе есть достаточное количество людей, которые по моей методике уже перешли. Достаточно это из трех тысяч сколько? Дело в том, что когда люди переходят... Вы почему-то четко не отвечаете на четко поставленные вопросы. Я же не спрашиваю, как переходят. Вы уж простите. Я задаю конкретный вопрос. Слушайте, пожалуйста, я не знаю. На сегодняшний день я действительно не знаю. По одной простой причине. Потому что когда люди переходят, они уже не нуждаются в моей консультации. Они просто теряются, потому что они меня не беспокоят. Но, но, по статистике, прямо на семинаре 10% людей переходят сразу. Остальные люди... Откуда они знают, что они перешли на это сразу? Нет, там просто математические формулы показывают, сколько они могут сэкономить в месяц на еде. Секунду, я отвечу на этот вопрос. Друзья, в Украине тоже есть женщина, которая утверждает, что она не ест годами. Внимание на экран. Я, наверное, решаюсь. Я уже три года переживаю великолепный опыт питания, прана. Жить без физической еды вообще, представляете, какая-то свобода. Это свобода абсолютно во всех проявлений. Мы ожидали в нашей студии увидеть саму Галину Эль-Шарас, но она в последний момент передумала с нами общаться, поэтому вместо нее приехала дочка Александра, которая, кстати, готовится пойти по стопам мамы. Встречайте, пожалуйста, Сашу. Сашенька, так сколько лет ваша мама не ест? Это будет для тебя сложно понять, но она не ест уже пятый год. Пятый год. Как же вы позволяете маме-то пять лет не есть? Ну, сначала, конечно, когда я об этом узнала, я очень переживала. Она от меня даже немножко скрывалась, не показывала литературу, потому что она подумала, а вдруг я еще захочу тоже такое же. Вот, но я начала интересоваться сама. И тоже захотели? Да, захотели. То есть теперь двойная экономия у вас, бюджет семейного? Я пока еще питаюсь. А почему она к нам не приехала в студию? Потому что... Нет, не семинар. Она уехала в Крым, где мы готовим центр проноедения, куда люди могут приехать или сыроедить, или проноедить. То есть место, где не будет рядом еды, это не Москва, где идешь на каждом перекрестке, пахнет шаурма или еще что-то. Вот, то есть... То есть правильно я понимаю, то есть вы сейчас открываете свой центр еще проноедения? Ну, это место, куда люди могут приехать и попробовать поднаблюдение. То есть это какое-то здание? Ну, да. Здание большое? Не очень. Не очень? Сколько этажей? Три. Три этажа? Понятно. 200 евро с человека. Скажите, пожалуйста, а кто для вас Джас Мухин? Вы знаете? Да, конечно. Это кто? Джас Мухин тоже женщина, которая говорит о том, что она не ест. Причем последний раз я была у нее на семинаре в Москве, где она сказала, что последний год она иногда раз в месяц ест фрукты. Она сама об этом сказала. Сашенька, а скажите, а сколько вы заплатили за ее семинар, за входной билет? Где-то 200 или 150 долларов. А, 200 или 150 долларов. Внимание на экран, друзья. Австралийская телевизионная программа «60 минут» предложила Джас Мухин продемонстрировать свою способность жить без пищи и воды. Врачи констатировали, что через 48 часов эксперимента у Джас Мухин наблюдалось сильное обезвоживание, стресс и повышенное давление. Она объяснила это загрязненным воздухом. Тогда эксперимент продолжили в горах. По мере продолжения съемки у Джас Мухин наблюдалась замедленная речь, расширенные зрачки и потери веса около 6 килограммов. В дальнейшем состояние Джас Мухин продолжало ухудшаться из-за почечной и сердечной недостаточности. Врачи заключили, что продолжение эксперимента представляет угрозу для жизни испытуемой, и съемки прекратили. Установлено, что среди последователей Джас Мухин было три смертельных исхода. От истощения умерли шотландка Веритилин, австралиец Ленни Моррис и немец Тимо Деген. Как вы прокомментируете результаты вот такого эксперимента? Я могу сказать про тех людей, которые погибли. На самом деле, про наедение, к этому нужно относиться очень правильно. Обязательно, не просто спонтанно взял и перестал есть, а нужно обязательно очищать свой организм. Сашенька, куда правильнее относиться к про наедению, чем Джас Мухин, которая собирает огромные семинары, незабесплатно. Куда правильнее? Она не смогла выдержать этот эксперимент? Вы не поняли, что я прочел? Я вам объясняю, что... Потому что там классическое обезвоживание организма описано. Просто-напросто. Скажу одно, что перед тем, как просто перестать есть, нужно обязательно очистить организм, чтобы не было... Есть различные очистки, и в них их можно... Это невозможно. Организм работает и загрязняется одновременно. Так, прошу, Наташа. Просто то, что вы говорите, я обращаю внимание на текст, потому что текст в буквальном смысле классический. Он похож из одних сообществ с другими. То есть верьте в наш продукт, или верьте в нашего Бога, или верьте в нашу идею. А если у вас... Да, совершенно верно. А потом, если у вас не получилось, так это вы сами виноваты. Это вы там что-то там недостаточно лежали, или слишком сильно очистились, или недостаточно верили, или что-нибудь. Надо еще немного постараться. И как в том анекдоте про Цигана. Да, но вот то, что вы говорите, как раз базируется на абстрактных идеях. То есть когда человеку говорят, вот верьте в наше учение, или верьте в нашу секту, я всегда говорю, проверьте. Проверьте сейчас, получите результат. И как можно говорить о секте, если я с этими людьми даже не общаюсь так вот напрямую. То есть эти люди получают результат. И вот как раз... Секундочку, пожалуйста. А откуда вы знаете результат, если вы все время говорите, я не знаю, что дальше с ней происходит. И вы опять констатируете какой-то результат. Вы меня все время перебиваете, я пытаюсь как раз на ваш вопрос ответить. Дело в том, что моя методика, единственная на сегодняшний день в мире, она четко разработана, четко сформулирована, и люди с первого же дня перестают есть. Олечка, извините, пожалуйста, а у вас образование медицинское? Это я понимаю, живающих похудеть на свете такое количество, на этом манипулировать. Манипулировать можно бесконечно. У вас образование медицинское? Нет. А как же вы разрабатываете методику, не зная основ? Она знает слово методика. Поймите, пожалуйста, я это проживаю. Так нет, вы это можете... Это ваша жизнь, вы можете проживать сколько угодно. Но вы, разрабатывая свою методику, берете ответственность на себя за здоровье и жизнь остальных людей. Да, эти люди сдают анализы. Извините, с которых вы берете деньги по 200 евро за семинар. То есть получается, что без образования медицинского вы разработали некую методику, теперь продаете свои семинары и совершенно несет никакой ответственности. Если хотя бы один медик или хотя бы один институт будет готовить праноедов и выдаст мне диплом, я с удовольствием его закончу. А вообще у вас какое образование? Я парикмахер-модельер. А у вашей мамы какое, кстати, образование? Она режиссер. Режиссер. А вы? Я экономист. Вы экономист. Значит, вот парикмахер-модельер, режиссер и экономист, вот они, значит, занимаются праноедением. Нет, вы неправильно говорите. Как? Праноеды занимаются праноедением. А вы? Понимаете? То есть, если мы праноедем... А вы внушаете и пропагандируете этот метод. Благодаря вашей харизме и вашей вот этой вот истории, которую вы придумали, да, и умение говорить и уходить от ответа, я так понимаю, что какое-то количество людей верит и следует за вами. Я говорю, что определенное количество людей уже не только последовало моим рекомендациям, но и получило этот опыт. Это говорит Украина, друзья. Горячему поклоннику праноедения из Донецка всего 21 год, но он уже звезда мировой величины. Ролики с его участием в интернете собирают десятки миллионов просмотров. На этот момент он сыроед, но хочет вовсе отказаться от еды. Для чего? Для того, чтобы научиться летать. Так он говорит. Встречайте, пожалуйста, всемирно известный мастер паркура Иван Савчук. Я думал, вы сейчас все снесете. Вы вегетарианец? Да. Да. Значит, сколько вы уже вегетарианствуете? Четыре года я уже не ем мясо. Так. И уже как год я не кушаю молочные продукты и сырую пищу ем. И теперь вы вообще хотите отказаться от еды? Ну, это было бы здорово, но для меня самый главный критерий – это быть активным и чтобы сила не терялась. И я верю в то, что все-таки пища, она несет определенное сознание. И есть древнее выражение «хочешь быть светом – питайся светом». И вот мне интересны эти моменты. Я вот сейчас смотрю на ваши эти кульбиты. Это так здорово. Вот действительно, вы абсолютно талантливый парень. Только вы знаете, что я думаю? Вы ведь так больше не сможете прыгать. Или вы сможете прыгать только исходя из попутного ветра, если перестанете есть. Смотрите, я верю в то, что это знание придет. Как этому научиться действительно правильно. Как это сделать? Пока я вот на таком питании, на сыром питании отлично себя чувствую. А вы на семинары уже тоже ходили? Нет, на семинары я не ходил. Нет еще. Пойдете? Ну, если будет возможность, я бы с удовольствием сходил. Просто, знаете, говорить, что это невозможно, не пробовав, это глупо. Когда человек попробовал и сказал, для меня это невозможно, я этому не научился. Вот это я верю. Я доверяю только личному опыту. Я не верю никому. Я верю только в то, что я мог ощутить на себе. Вы, кстати, Ваня, готовы сдать анализ? Почему нет? Да? Роман, вы ели сегодня мясо? Да. А что еще? Еще мясо. И еще мясо. Тогда сдадите анализ? Конечно. Ну что ж, друзья, тогда медсестру в студию. Хотя, конечно, у нас тут не только одна медсестра, у нас целый президиум. Итак, у нас есть четверо участников нашего эксперимента. Вы готовы начать? Да. Оля, прошу вас. Значит, Ольга хочет перевести на праноедение и свою собаку. Внимание на экран, друзья. Внимание на экране. Субтитры сделал DimaTorzok. Слушайте, как его зовут, вашего потрясающего пса? Лето. Резка Лето. Лето? Да, это символическое. Он у вас из общества чистых тарелок. Чем вы его кормите? Сейчас она проходит по моей методике. Пока у нее сейчас меняются зубы, я даю ей морковный сок. Морковный сок собаки. Да. Морковный и фруктовый сок. То есть вот это она сейчас жадно вылизывала морковный и фруктовый сок? Больше вы ей ничего не даете? Нет, абсолютно. То есть вы своей собаке даете морковный и фруктовый сок? Да. И сколько граммов в день? Два раза в день по литру. У меня маленькая собака, такое делать нельзя в принципе. С ним сестра на животном, что же вы делаете? Это просто, ну, зачем? У собаки, если у вас... Я не понимаю. У собаки, если у вас это перемкнуло раз, и вы поняли, что вы можете питаться. У собаки сознание несколько на другом уровне. А значит, вы сейчас пока кормите собаку. Потом вы вообще отказываете будете... Да, когда у нее поменяются зубы, причем я рассчитывала, что я ее через год, то есть когда ей будет год, я перестану ее кормить. Но я вижу, что процессы идут намного раньше, и на конгрессе мы представим результаты. Олечка, вы... вот я одну вас хочу спросить. Когда, допустим, вы собаку перестанете кормить, каким образом вы объясните собаке, собаке, потрясающей умной собаке, конечно, что она должна ловить какие-то потоки, которыми праны, которыми она должна питаться? Каким образом вы это объясните ей? Вот в этом как раз заключается мое открытие, и когда меня все время спрашивают, зачем я это делаю... Открытие? Я думаю, что это издевательство. Вы дадите сказать, или вы будете переиздевать? Да, прощу вас. Поймите, пожалуйста, вы сейчас хлопаете... секундочку, извините. Вы сейчас хлопаете и кричите, кричите про секты, только потому, что вы отстаиваете свое миропонимание, не больше. То есть вы не знаете, что есть... Подождите, прошу вас, продолжайте. Что может быть еще, кроме того, что вы знаете о жизни и о мире? Мне кажется, что было бы гораздо честнее поступить, оставить вашей собаке хотя бы право выбора. Если вы хотите налить ей ваше морковное и фруктовый сок, налейте. Но поставьте рядом миску с нормальной собачьей едой и дайте возможность выбора. Вы ведь не оставляете своему псу, за которого вы отвечаете, выбора. Слушайте, когда в лабораториях режут, ампутируют, убивают и скармливают животных, это что? Это оставляет выбор? Поймите, пожалуйста, я хочу... Подождите, пожалуйста, секундочку, а к человеку помолчите. Зачем вы приносите ее в жертву? Ради чего? Я хочу сейчас миру дать, во-первых, методики, понимаете, не идею, давайте... Слушайте, методики дают на основе образования. У вас образования медицинского нет. Вы от чего отталкиваетесь? Какую методику, Оля? Я же сказала, что если... Если я прежде всего проноед, и я могу обучить этому, и у меня есть последователи, которые это уже сделали. Более того, я готова сотрудничать с медиками. Если вы будете кричать, это превращается в базар и бесполезное общение. Мы делаем именно то, что вы хотите. Мы обращаем на вас внимание. Мне очень нравится этот, я бы сказал, стиль общения. У меня создается впечатление, что здесь собрались люди, которые, пытаясь отстаивать собственное мировоззрение, не уважают мировоззрение других. Но откуда вы знаете, что для вашей, к примеру, собаки мясо является полезным? Кто вам это сказал? Слушайте, собаки всегда ели. Они издревле ели. Это еда животных, это хищник. Итак, кто же это сказал? Может быть, это сказал телевизор, и полезным является Педди Гриппал? Цель. Какую цель вы преследуете? Я пыталась на него ответить, но все время кричите. Нет, нет, нет. Если бы вы просто хотели быть свободным человеком, вы бы сидели дома и не ели ничего, но вы учите людей, берете деньги и пропагандируете. Да, да. Потому что я считаю, что это совершенно новое для человечества знание. Почему вы приходите в мировоззр об этом говорить? И этот опыт может быть не просто полезным, а необходимым на определенном этапе развития телевизора. Да, я уверена, почему вы так считаете. Потому что у вас есть спрос на вашу идею. Потому что есть очень много людей, которые страдают от лишнего веса, и они ищут, кто им сможет помочь, кто наконец повлияет на них. Понимаете? Итак, сколько времени человек может обходиться без еды? Возможно ли отказаться от большинства общепринятых продуктов без вреда для здоровья? Нет, невозможно, уверена наша следующая героиня. Встречайте, пожалуйста, Екатерину Фединчик. Значит, Кать, вы наверняка следили за тем, что происходило здесь в студии. Да. Как вы относитесь вот... Я лично негативно к этому отношусь. Почему? Потому что у меня был опыт. Я 4 года была вегетарианкой, полгода веганкой и полгода практиковала фруктоедение, сыроедение. Даже там пробовала на жидкую пищу перейти на соки, голодала. Ну, в итоге это вылилось в большие проблемы со здоровьем. И что у вас случилось? Ну, я много потеряла в весе. Был большой недостаток веса. Месячные не шли около года. Испортили зубы, кожа, начали выпадать волосы. Ну, вообще испытывала слабость, депрессивные состояния постоянно были. Ничего не хотелось. Ваню, покажите, пожалуйста, зубки. Не выпадают еще? А волосы? Ощущение у вас нормальное? Если есть проростки, нормальное вообще ощущение. То есть я на вегетарианстве был, я крупы вареные ел. А тут я ем только их как бы свежие, сырые, да? А сколько вы уже на сыроедении находитесь? На фруктах тяжело. На фруктах начинаются зубы портиться. Это есть момент. А когда человек ест крупы, вообще никаких проблем нет. Вы ведь тоже спортсменка, да? Да. А чем вы занимаетесь? На данный момент бодибилдингом. Бодибилдингом? Да. Покажите мускулы. Ого. Далее. Ничего себе. И сколько вы уже занимаетесь? Бодибилдингом полтора года. Полтора года. Да. А подождите, это вы стали заниматься после сыроедения? Ну, конечно, после. Я считаю, что на таком питании наращивать мышечную массу нереально. Это неправда. Вань, покажите, пожалуйста, свои мускулы. Ну, он мужчина, у него мужские половые гормоны, это разные вещи. Это я после голодания, это я сейчас только возвращаюсь, мышечная масса опять растет. Света, скажите, а вы ведь тоже на вегетарианстве сидели? Было всего пять месяцев. И? Ну, плачевно, для меня закончилось. Видно, я что-то, как вы говорите, делала неправильно. Действительно, у меня испортили зубы, волосы, и мне не было сил. Да, это разные ошибки, которые люди допускают. У вас, правда, выпадали волосы? Да. Прям клочками. Ну, у меня был очень толстый хвост, а сейчас как бы... Ну, я сейчас нормально, ем, я возвращаюсь. У меня очень большие физические нагрузки. Есть еще одна ремарка, очень важная. Кстати, а вы ведь тоже сыроед. Да, конечно. А что с вашими волосами? Мои волосы выпали еще до того, как я перешел на сыроедение. Так они должны были отрасти за это время. Значит, мы сдали все анализы, сдали. Сейчас мы провожаем наших медиков в лабораторию для того, чтобы они проанализировали эти анализы и вернулись к нам к концу программы с готовыми результатами. Итак, кто же все-таки здоровее? Люди, которые полностью отказались от еды или люди, которые ведут традиционный образ жизни, вот вопрос, на который вам нужно ответить. Вперед! Это говорит Украина, друзья. Кирилл Стремаусов из Херсона был чиновником и весил 125 килограммов. Повернув свою жизнь на 180 градусов, он стал путешественником, сыроедом и расстался с лишним весом. Как это произошло, расскажет сам Кирилл. Встречайте, пожалуйста, Кирилл Стремаусов. Как так получилось, что вы стали совершенно другим человеком, Кирилл? Когда я был чиновником, зарабатывал, как сегодня принято говорить, много денег, вот такие вот куча этих денег. И, честно сказать, даже... Брали взятки? Ну, по-всякому было. Ого, ничего себе! Но когда приходил момент их пересчитывать, то я всегда сбивался со счета. И самое интересное, что к этим всем деньгам я, вот видите, был в весе 125 килограмм. Две недели я работал, две недели я находился под капельницами, как, в принципе, и все чиновники. Начиная начальником рыбинспекции, закончив начальником главного оперативного управления рыбоохранной всей Украины. Я решил завершить свою карьеру и практически перевернуть всю свою жизнь, что, в принципе, мне и удалось. Вы сыроед, или вообще вы ничего не едите? Значит, к сыру я отношусь достаточно ровно. К сыру? Да. Ну, если мы говорим о сыроедении. Но без фанатизма, значит, кушаю, в принципе, живую пищу. Что я называю живой пищей? Это овощи, фрукты, конечно же, злаковые. Я пеку сам хлеб из ржи, делаю из цельного зерна. Я сам муку могу смолоть. Конечно же, это уникальный хлеб. Получается, кушаю очень много фруктов, как правило, тех фруктов региональных, которые сегодня у нас есть в Украине. Я их на зиму себе засушиваю. И практически целый год я питаюсь вот такой вот пищей. А борщ вы любите? Борщ люблю. А сыроедческий борщ вы любите? Ну, я пробовал сыроедческий, но обыкновенно сваренные овощи в воде, это, можно сказать, тоже сыроедческий. Нет, вот прям сыроедческий. У нас здесь Татьяна и Максим. Максим директор ресторана для сыроедов. А Татьяна повар. Да? Танечка, давайте, пойдемте. Будем сейчас готовить. Борщ именно сыроедческий. Что такое, Таня, сыроедческий борщ? Сыроедческий борщ – это борщ, приготовленный из всего свежего, натурального, не прошедшего никакую термическую обработку. Ага. Вот этот набор продуктов, который вам необходим. Морковь, свекла, перчик. Это что у нас? Авокадо. Авокадо, помидоры, зелень, апельсин, салат и? Это к борщику такие сыроедческие хлебцы, которые делаются из льна, помидоров и специи. Да? Да. У вас такое подают тоже в ресторане, да? Да. Так, значит, что вы будете сейчас делать? Какую-то часть овощей я рассыплю. Я использую пекиночку, она очень мягкая, вкусная. Также нам понадобится авокадо. Авокадо в борщ? Да, спелый авокадо действительно очень похож на вареную картошку, поэтому я использую авокадо. Дальше. Мне понадобится перчик болгарский. Дальше сделаем заправочку. Я беру зубчик чеснока. Так. Морковочку. Так. Свеклу. Свеклу. В принципе, добавлять можно каждому по желанию, по вкусу. Ингредиенты, которые нравятся. Так. Помидоры. Помидорчики, да. Блендер. Да, 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 да. Это как бы бульон будет. Это будет заправка, да. Заправка. Да. Так, тихо. В борщ разе добавляются апельсины? В классический вареный борщ нет, но в сыроедческом апельсин играет такую роль, придает кислиночку. Кислиночку и немножко, да, немножко такой вот, очень оригинальный вкус. Ну, я думаю, вам понравится. Так. И пекинскую капусту туда. Да. И сейчас мы это все измельчаем. Да, еще, ну, специи каждый тоже может бросать себе по вкусу, как кто любит. Некоторые сыроеды не употребляют специи, но я все-таки добавлю перчик. Ваня, вот вы употребляете специи? Вы сыроед? Соль, да. Соль. Теперь мы это все измельчаем. Так, набросали. Да. Так, и? Измельчаем. Измельчаем. Ну, давайте. Просто должна получиться такая вот однородная масса. И вот это вот борщ есть? Да. Ой, слушайте, пахнет прикольно. Так, давайте, разливайте. Как будто будет недостаточно соли, полу и перца. Нужно тут все вкусу свою уже... Так, дайте-ка я попробую, достаточно ли соли и перца. Ну, явно там не соленая, потому что соли я совсем много. Знаете, ощущение какое, друзья? Как будто овощной сок. Аня, несу вам борщ. Ой, спасибо, Алексей. А то я уже проголодалась. Мы же с вами сегодня только завтракали и обедали. Да. Держите. Благодарю. Садитесь, пожалуйста. Ну, как, кстати, вам борщ-то? Ань? Ну, к этому нужно прийти, я так скажу. Прийти? То есть вы мне уже хотите вернуть это? Спасибо, Алексей. То есть вы пока не готовы к этому прийти? Я не голодна. Друзья, это, говорит Украина, наш следующий герой уверяет, что с голодом можно не просто бороться, это чувство голода можно выключить раз и навсегда. Встречайте, пожалуйста, Александр Ворошилов. Спасибо. Значит, вы лечите людей голоданием. Ну, можно и так сказать. Есть люди, которых вы вылечили голоданием? Здесь? Да. По крайней мере, двое есть. Я пригласил. Так, где они? К нам. К вам, да? Так, представляйтесь, пожалуйста. Нет? Меня Света зовут. Вы голоданием вылечились? Можно сказать. У Александра. Да, мне оставили гормональное бесплодие, и моей дочке сейчас три с половиной года. То есть вы голоданием вылечили бесплодие? Да. Так. А вы? Убрал 30 килограмм, стартовал с мерцательной аритмией. Сейчас то, что есть, и живу без лекарств. Александр, скажите, пожалуйста, все-таки, вот если сформулировать весьма популярно, да, в чем заключается ваша методика и максимальный срок голодания ваших пациентов? Ну, если с последнего вопроса. У меня голодали пациенты по два месяца непрерывно. Это не самый большой срок. Сбрасывали за это время. Кстати, время правильного голодания регулярная потеря веса сопровождается. От полукилограмма до килограмма в день. Если ты не ел, изволь терять. Если ты не потерял, ты загадишь организм до такой степени, что голодание впрок не пойдет. Вот. Фокус нашего метода в другом. Оно делает голодание комфортным. У нас нет чувства голода. А вы сами тоже голодаете? У нас нет обложенных языков. То есть, как вы выключаете это чувство? Ну, давайте хотя бы чему-то научно людей, хорошо? У вас же прана-то нет у вас. Да, давайте. Ответ на вопрос. Как избавиться от чувства голода? Удалить желудочный сок из пустого желудка. Раз там нет еды, там ничего хорошего этот желудочный сок не сделает. А как его удалить? Не так, нет. Смотрите, кто забыл, вот здесь диафрагма находится. Сверху легкие, снизу желудок и прочий наш ливер. Если на вдохе, на вдохе втянуть живот, вдох, втянули, задержать дыхание на 4 счета. Раз, два, три, четыре. И выдохнуть. Опять вдох. Раз, два, три, четыре. Выдох. Десять раз. Послушайте, секунду. Что происходит? Легкие на вдохе давят на желудок, а втянутый живот не дает ему опуститься. Его просто стесняют в обстоятельствах. И желудочный сок, закономерно, так же, как он и всегда физиологически должен уходить, уходит в двенадцатиперстную кишку, тонкий кишечник, нейтрализуется, все как надо. Эффект. На это упражнение, повторенное 10 раз, уходит от силы 1 минута. Ровно через минуту чувство голода исчезает у всех. Поверьте мне, у меня было больше 20 тысяч пациентов. Это говорит Украина. Друзья, нашим следующим героям тоже неоднократно приходилось заголодать, но в отличие от других, они никого к этому не призывают. Оставят эксперименты по выживанию исключительно на самих себе. Внимание на экран. Команда «Эквейдес» – это группа украинских путешественников и экспертов по выживанию в экстремальных ситуациях. Среди их достижений – велосипедный переход по пустыне Калахари, практически без пищи и воды, и пересечение Атлантики в условиях полного голодания и длительного отсутствия пресной воды. Пожалуйста, встречайте идеолога «Эквейдес» Голтиса и одного из основателей команды Александра Комарова. Как долго вам, к примеру, приходилось обходиться без еды? Максимальное количество – это 54 дня. 54 дня. Как вы отключали это чувство голода? Дело в том, что чувство голода у меня не пропадало до конечного срока голодания. То есть вы постоянно хотели есть? До последнего дня голодания я вспоминал все, что не доел в садике, в яслях. И так 54 дня? Да. Но только что доктор показал нам вот это вот простое движение по отключению чувству голода. Мне интересно будет у доктора поучиться. Александр, еще раз покажите, пожалуйста. Смотрите, чтобы не приписывали его мне, я его переработал, конечно, это упражнение. Оно имеет древнее название «Яшмовая лягушка гонит волны». Суть простая. На вдохе втягиваем живот и задерживаем дыхание. Вдох, втянули живот, задержали дыхание. Раз, два, три, четыре, выдох. Руки не нужны, они для контроля. Вот это можно делать в любом общественном месте, никто даже не заметит. Сделав 10 раз это упражнение, вы гарантированно послушайте меня, вы думаете, голод – это шуточки. Да нет же, у вас у каждого третьего гастрит. Ну, покажите смело свой язык. Он обложен. А раз гастрит есть, что это такое? Кислота без еды. А кто вам мешает ее сбросить? Если обед не состоялся, подышите. И у вас через неделю, даже без всякого голодания, очистится язык. На вас потеряют стоматолог, потому что не будет кариеса. Отчего ему развиваться, раз не гниет ничего во рту? Да? И не будет язвенной болезни желудка, которая великолепно лечится без антибиотиков. Ну и что? Берите, делайте. Скажите, а почему вы все-таки вот эти 54 дня голодали? Бытует в мире, к сожалению, такое мнение, что человек попал в экстремальную ситуацию, ну, к примеру, заболела в пещере. Если человек знает, что на четвертый день без воды и без еды он умрет, то впустив страх, он действительно может умереть. И основная цель была, пройдя путь, там, первые 14 дней, не ели, не пили, с тем, чтобы, ну, человек не впускал страх. Но экспериментировать ни в коем случае не советую никому. Значит, мы сегодня, друзья, в рамках нашей программы провели эксперимент. И путем пропа, путем анализов крови решили проверить, кто же все-таки здоровее здесь присутствующих. Те, кто действительно, как они утверждают, не едят уже полтора года, сыроеды или те, кто действительно вот так вот традиционно питается. Так, результаты готовы. Светлана, в студию, пожалуйста. Идите сюда. Значит, какие результаты? По результатам самым здоровым выглядит Иван. То есть у него все в пределах нормы, и у него хорошего холестерина больше, чем плохого. Удивили анализы Ольги. Ольги? Ольги, да. Так. Потому что у него оказался самый высокий уровень общего холестерина и плохого холестерина в крови. Это что значит? Это значит, что этого не может быть у человека, который ничего не ест. То есть она как-то не ест. Так что ли? Можно предположить, что она не ела там, не знаю, денег. Это говорит Украина. Спасибо, что вы с нами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok